В ближайшие два года в Тверской области планируется проложить 388 километров газовых сетей. Именно эта тема стала ключевой на очередном заседании регионального правительства. Кроме того, были рассмотрены итоги работы в 2022 году и поставлены главные задачи на ближайшие пару лет. Тем продолжит наш корреспондент. Для Тверской области основной задачей является запустить голубое топливо на юг, запад и северо-восток региона. Так, в прошлом году газ уже появился в домах Жарковского, Краснохомского и Милаковского округов. В 2022-м построено 359 километров сетей. Проведено проектирование еще 85 километров. Работы ведутся в 15 муниципалитетах. По словам экспертов, голубое топливо достал чок развитию экономики в муниципалитетах. Повысит уровень качества жизни их жителей. Очень хорошая возможность развития появляется у муниципалитетов, которые долгие годы были не газифицированы. Возможность повысить уровень газификации – это то, что Тверской области надо сделать. И тот итог, который сегодня представлен по 2022 году, и планы на 2023-2024 говорят о особом внимании газификации со стороны правительства Тверской области. Если говорить о планах, то в ближайшие два года газифицируют еще 25 населенных пунктов. Это почти 7,5 тысяч квартир и домовладений. Будет введено 388 межпоселковых и газораспределительных сетей. Уровень газификации области повысится до 73%. Продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков. Целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации Верхневолжья, в том числе многодетные семьи. Догазификация процедура непростая, поэтому поддержка в данном вопросе необходима более широкому перечню граждан. Если говорить по догазификации, по поручению президента, мы сегодня сделали объем работы, который больше запланированного. Понимаем, что есть потребность, востребованность этого направления работы. Сегодня по предложению экспертов, с учетом мнения наших жителей, посмотрели, что можем сделать дополнительно с точки зрения доступности оборудования. Даны мною необходимые поручения по проработке вопроса компенсации затрат, в том числе и по лизингу приобретаемого оборудования. Посмотрим, что еще можно дополнительно сделать по налоговому вычету. Это коснется тех, кто планирует газифицировать домовладение. Кроме того, рассматриваются вопросы возможности рассрочки оплаты за оборудование и поддержки при подключении газу малых и средних предприятий. Среди ключевых объектов магистральный газопровод, отвод от Ржева до Западной Двины протяженностью около 150 километров и ввод газораспределительных станций в западных районах. Старт строительства предусмотрен в текущем году по программе ПАО «Газпром». Также будут вестись работы и в рамках адресной инвестиционной программы. За счет средств спецнабаок тарифам на транспорт газа в 2024 году заявлен ввод газопровода Бежицком-Оксатеха протяженностью более 60 километров. Уже построено 27 километров и продолжится строительство и модернизация блочно-модульных котельных в газифицированных населенных пунктах.